Начнем с федеральных новостей. В России официально появится цифровой паспорт. Указ подписал Владимир Путин. Пользоваться электронной версией документа можно будет через госуслуги. Предъявление такого паспорта приравняется к предоставлению бумажной версии. Она, кстати, тоже останется. Штрафа не будет, если я получил повестку на госуслугах, но не пришел по ней, потому что не получил бумажную. Штрафа за игнорирование электронной повестки в осенний призыв не будет, если призывник не получал бумажную повестку. Об этом сообщил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов. Административная ответственность вступит в силу с 1 января следующего года. Напомним, этим летом штраф за неявку в военкомат увеличили. Теперь уклонистам придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Все депутаты в России пересядут на отечественные авто. Совет Госдумы единогласно принял это решение. Уже со следующего года депутатов в каждом избирательном округе будут обеспечивать только российскими машинами. К новостям Бурятии. В Севербайкальском районе осудили пиромана. На протяжении двух лет он держал новый Уаян в страхе. Всего мужчина поджег 8 зданий. Суд признал его виновным по четырем преступлениям. Поджигателю назначили принудительные работы на срок 3,5 года и штраф в размере 3 миллионов рублей. Срок за письмо с сюрпризом. 19-летний парень из Волгинского района хотел отправить весточку родственнику в Японии. Но дошла она только до сотрудников УФСБ. Все потому, что там были наркотики. Жителя Бурятии признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. К сводке ДТП. В Бурятии за последние сутки произошло 26 аварий. Так в Улан-Удэ накануне 65-летний водитель Toyota Camry сбил мотоциклиста. В результате ДТП пострадавшего с переломом позвоночника доставили в БСМП. Инопланетяне готовятся к возвращению Итигелова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Хамбол Амадам Бааюшеев. По его словам, надежный человек сообщил ему, что видел неопознанный объект. Он видел продолговатый ангар с размером трехэтажного дома над Аршаном Хамболом и Дармаева на Табхаре. Изнутри с этого ангара исходили красные линии лучей. Налицо посещение НЛО. Дамбай Ушеев объяснил, так инопланетяне вместе с землянами готовятся к празднику в честь Хамбола Мыдаши Даржо Итигелова. Сегодня он проходит в Иволгинском Дацане. Подробнее об этом смотрите в нашем выпуске. Мальчик из Улан-Удэ вышел в полуфинал международного вокального конкурса «Ты супер!» возрастное ограничение 6+. Богдан выступил в третьем выпуске шоу и не оставил жюри равнодушными. Напомним, мальчик страдает неизлечимым заболеванием. Оно связано с серьезным нарушением дыхания. Пение и гимнастика идут Богдану только на пользу. Желаем удачи юному артисту.